Массовая гибель голубей в Нижнем Новгороде, о которой мы рассказывали вчера, возможно вызвана так называемой азиатской чумой птиц, болезнью Нью-Касла. Как мы сообщали, голуби гибнут сотнями. Некоторые просто замирают без сил, некоторые бьются в судорогах. На бульваре Заречном тела просто не успевают убирать. Каждый день тротуары, крыши и полисадники заполняются умирающими птицами. Мы вчера вызвали туда специалистов Госветнадзора, и они заявили, что это либо тепловой удар, либо отравление. Но после нашего сюжета нам свои комментарии стали присылать специалисты-орнитологи. Так вот, по мнению многих, больше это похоже на болезнь Нью-Касла. В России эту болезнь называют вертячкой. Болезнь Нью-Касла вирусное заболевание, в первую очередь известное, ну и так сказать опасное для куриных, то есть для домашних кур. Но в то же время считается, что источником заражения служат дикие птицы. В течение, буквально там в течение одного дня птица чаще всего погибает. Смертность достаточно высокая. Эта болезнь для людей гораздо менее, так сказать, патогенная и опасная. Но заражение все равно возможно, да? Ну, в принципе, да. В принципе, все равно какие-то неприятности у зараженных людей быть могут. В общем, голубей лучше не трогать. Если это действительно болезнь Нью-Касла, то у людей это может вызвать конъюнктивит или что-то похожее на грипп. Специалисты Госветнадзора, которые забрали вчера тела птиц на исследование, сообщили, что официальные заключения смогут дать только через неделю. Продолжение следует...